Одна фотография способна рассказать о целой эпохе и осветить, как вспышка, то или иное событие или явление. Особенно интересно взглянуть на то, что уже кануло в небытие или кардинально поменялось. Флэшбэк — это проект «Маячок», ведущий нас к пониманию прошлого. 1880 год. При поддержке Великобритании в обмен на британский контроль над внешней политикой и миром Афганистана становится Абдур Рахман. В США построена первая в мире коммерческая гидроэлектростанция, а в России появился памятник Александру Сергеевичу Пушкину. На территории Казахстана в это же время открываются кумысы-лечебницы. В своего рода юрточные мини-санатории выстраивались целые очереди, что и запечатлел на своем снимке известный русский этнограф и антрополог Иван Поляков. Справа на фотографии как раз терпеливо ожидающие пациенты. Кадр сделан в 1880 году в Семипалатинской области. Приезжали туда не только зажиточные казахи со всей округи, но и россияне. Слава о целебных свойствах кумыса разлеталась далеко за пределами казахской степи. Лечили им в первую очередь чахотку. Так называли в 19 веке туберкулез. Он был широко распространен, а кислое кобылье молоко наполняло силой. И если болезнь не была запущенной в условиях сухого климата степи, человек за 2-3 месяца мог полностью избавиться от недуга. Жили при этом пациенты в маленьких юртах-кибитках, неподалеку от пасущихся табунов. Женщинам же, работающим в таких лечебницах, приходилось заниматься дойкой по 6-8 раз за день. Молоко кобылы дают понемногу, но часто. Поэтому те, кто побогаче, нанимали для этой цели специальных доивщиков и доивщиц, как на этой фотографии Самуила Дудина из Семипалатинской области. Излишек лечебного напитка везли на рынок. На этом снимке второй половины XIX века, вошедшем в туркестанский альбом, изображен продавец Кумыса на базаре в городе Аулията. Чтобы молочный продукт не испортился на жаре, он хранит его в специальном кожаном сосуде – саба. Так напиток долго не терял свои вкусовые и целебные качества. Но наилучшие результаты владельцы лечебниц все же гарантировали только при непрерывном прохождении курса и стремились обеспечить пациентов комплексом услуг. Этнограф Иван Поляков сумел поймать в кадре момент, когда женщины дуют не только кобыл, но и коз, и овец. Молоко каждого из этих животных дополняло друг друга и помогало исцелить нуждающихся. Сегодня польза такого подхода доказана научно. А уникальный снимок сохранил для потомков историю зарождения санаторного лечения в Казахстане. Продолжение следует...